Скромная девушка на кадрах настоящий герой. Не все знают, как ее зовут, но почти всем рязанцам известен ее подвиг. В июне прошлого года в реанимационном отделении ОКБ имени Семашко произошел пожар. Тогда медсестра Елена Федорова, спасая больных, получила тяжелые ожоги 75% тела. Вертолетом с анавиацией ее доставили в столичный ожоговый центр имени Вишневского. Три месяца Елена пролежала в отделении реанимации, еще один в общей хирургии. Суммарно перенесла 10 операций по пересадке кожи. За ее жизнь боролись московские хирурги. Финансово помогал Рязанский фонд социального страхования. И девушку спасли. Чуть больше года. И в нем не ходить еще до февраля месяца. Фонд соцстрахования оплатил и две поездки в санаторий. После реабилитации Елена Федорова вернулась к работе медсестрой-анестезиологом в лоротделении. За 22 года существования закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний страховые выплаты получили почти 3000 жителей региона. Представили на круглом столе и новую инициативу – электронный сертификат на технические средства реабилитации для инвалидов. По сути, это реестровая запись в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, сокращенной ЕГИСО. Данная аббревиатура, я думаю, многим знакома. Которая привязывается к банковской карте получателя МИР. В сертификате содержится информация о виде и количестве средств реабилитации положенных ее владельцу, о сроке действия сертификата и о максимальной цене за единицу изделия. Сегодня он, по сути, дает возможность с помощью государства приобретать технические средства реабилитации в соответствии с личными предпочтениями и личными особенностями. Отдельные средства реабилитации, кстати, разрабатывают индивидуально. Если в прошлом году в регионе была только одна точка продажи по такому документу, то сейчас уже семь. Сертификат на покупку техсредств годовой. Получить его могут инвалиды, ветераны и пострадавшие на производстве от несчастных случаев и производственных травм. Можно обратиться как лично, через МФЦ, так и удаленно с помощью портала Госуслуг.